Около 50 населённых пунктов Донецкой области уже не первый месяц страдают от отсутствия воды. И если Славянск, который сегодня уже называют прифронтовым с такой гуманитарной проблемой, столкнулся недавно, то в Торецкой общине перебои с водой начались ещё в 2014-м. Сколько уже в такой реальности живёте? Давно? Десять месяц. Двадцать месяц. Я слышала, что неоднократно набираете, ходите. Часто, да? Жизнь такая. Техническую воду для тех, кто по-прежнему остаётся в общине, привозят каждый день. Пластиковые цистерны в городе появились ещё зимой. Местные знают график подвоза, занимают очередь. Набираете, да? Да, у меня больше бутылок нет. Да и вообще мне только три килограмма поднять, а я нагружаю себя. Нельзя поднимать тяжёлую? Нет. Один раз приходите, да? Один. А вот вообще для чего набираете воду? Для туалета. Это вода техническая. Ну, там подмыть, что-то промыть. Прости, ну что такое? Всё чаще российские войска обстреливают электростанции на подконтрольной Украине территории. Уже дважды с север Донецкой области остаётся без электроэнергии. И, соответственно, без воды. В Торецкой общине местные власти на случай отсутствия электричества подготовили новый проект. Мы планируем зараз тут разместить ряд емкостей, которые будут объединены между собой и будут закачиваться вода в эти емкости и продаваться населению. Если будет включаться электроэнергия, включается генератор, который надан благодейной организацией Нювей, благодаря тому, что нам и удалось реализовать этот проект. То есть, за отсутствие электропостачения, мы сможем хотя бы как-то частично поддерживать водопостачение и водозабеспечение нашей громады. Если не станет электричеством, мощности генератора хватит, чтобы обеспечить население водой на более чем 50% от потребностей. В сутки раздаём около 10 кубов. Ну, так сможем по 5 кубов раздавать. Ну, 10 кубов нас потребляют в том случае, когда людям искупаться, помыться там. Ну, питьём забеспечим полосы. До начала полномасштабного вторжения России в Украину вообще не проживало около 70 тысяч жителей. Сейчас половина из них эвакуировалась в безопасные регионы страны.